Привет, Володя. Мы с тобой уже знакомы больше четырех лет, я помню. И я-то знаю, кто ты, а вот моя аудитория не знает, кто ты. Представься, кто ты, чем ты занимаешься и так далее. Да, конечно. Да, всем привет, меня зовут Владимир, я основатель майнинг-пула EZIL.me. EZIL.me я создал чуть больше трех лет назад, с нуля, как идея объединить майнинг эфира и зилики. На тот момент еще не было удобных пулок, которые это предоставляли. Вот. С тех пор все сильно поменялось, мы уже не просто пул, который реализует dual mining zil.me. У нас есть и эфир, и эфир classic. Мы сейчас работаем над добавлением новых монет, вот. И пользователям нравится то, что мы делаем. Наш шейт растет в шесть раз каждый год, последние два года подряд. Ну, первый год мы не считали, там, с нуля начали, непонятно, да. Вот. Сейчас мы майним чуть больше полутора процентов от всего эфира, который майнится каждый день. Ну, и зилики тоже у вас большой. А, ну, по зилики вообще самый большой пул, я уже как-то об этом много не рассказываю, да. Мы просто там самые большие. Вот. Те, кто после нас идут, они в три или четыре раза меньше, чем мы по размеру. Понятно. Так, сейчас следующие вопросы у меня будут к тебе, именно по полу, да, там, и потом тут пройдемся. Какие у вас новшества на поле, да, потому что я, как знаю, их у вас очень много. И одна из них, это, например, способы выплат, которых у вас многовато. Расскажи нам про них. Многовато? Это плохо? Да, это хорошо, наоборот. Ты нам расскажи сейчас, какие они у вас есть и вообще для чего столько. Да, ну, смотрите, мы анализировали и думали, что нам сделать полезным майнером, чтобы у нас их стало еще больше. Мы нашли, что в эфире очень дорогие комиссии, да, это все понимают, все знают. Разные пулы работают над решением этой проблемы по-разному. Мы решили, что мы пойдем, в первую очередь, по пути предоставления сайдчейнов для выплат. У нас сейчас есть Binance Smart Chain, Polygon, Akex Chain, Huobi Chain и Arbitrum. Вот. Ну и, конечно, эфириум майнер. На всех этих чейнах их можно выбрать и получать туда выплаты. Большинство чейнов из этих, из них, они бесплатные для вывода. То есть, смотрите, идея в чем. Если вы майните на пуле и получаете минималку в размере, там, 0,01 эфира, да, на обычном эфире, вот прямо сейчас, цена газа 20 сгвей. Эти 20 сгвей съедят у вас 4,5% от той суммы, которую вы уводите. Понимаете, вот пул заберет 1%, да, а эфир, сей, забирайте 4,5%. А если газ поднимется еще? А если газ, ну, прикиньте, ну, 40 ввей, которые, ну, 20 ввей, это супер низкие цены. Уже там 8%? Да, 40 ввей, 8-9, а если будет 100 ввей, вновь 25%, подойдите. Зачем? Переключайтесь на полигон, на кекс, на хуйоби, они бесплатные. Но для этого нам надо использовать именно метамаск. Сейчас, да. Или другой кошелек какой-то, да, там? Ну, да, либо через wallet connect, либо через метамаск подключаться. Пока что так. Мы вообще работаем над системой, когда можно будет, то есть, ну, то есть, мы разделим то, почему вы подключаетесь к пулу, потому что вы сейчас подключаетесь по кошельку, на который майните, и то, куда вы получаете выплаты. Чтоб можно было прям настроить, не знаю, хотите вы, например, получать на тот же самый океx, напрямую на биржу, через океxчейн бесплатно. У вас будут возможности, типа, указать, это, вот я хочу получать на этот кошелек, на океxчейне, все, настроили. То есть, у вас будет, как бы, отдельный пул-евый аккаунт, который вы можете выбирать, куда получать выплаты. Это будет круто, потому что некоторые, например, будут, например, майнить сразу же на Binance, да, скажем, через Binance Smart Chain отсылать. Они будут на Binance, прямо на аккаунте, те же эфиры сразу же. Да. Потому что на Binance или на OKC и так далее, там они сразу же привязываются уже. Да, 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 там без разницы, это просто эфир. Ну, это вообще прикольно. Володь, следующий вопрос к тебе, это где у вас сервера? В каких серверах больше хешрейта, да, там у вас на данный момент? И какой вообще хешрейт общий у вас всего этого? Да, сервера у нас есть, насколько я помню, в шести или семи уже регионах. Это и Европа, Германия, Румыния, США, Восток и Запад, Тайвань, Гонконг и Сингапур. Семь, получается, регионов. И скоро будет Россия. Прям очень скоро уже. Вот. Сам популярный, конечно, европейский сервер, туда больше всего хешрейта идет. После этого США, затем Тайвань с Гонконгом, они делят китайский хешрейт и замыкают это все в Сингапур. Значит, Китай за сих пор майнит. Ну, наверное, да. Ну, они, ну, как-то, они, может, вывезли куда-то в соседний регион. Что-то, короче, они придумали. Тайвань и Гонконг очень серьезный хешрейт там. Вряд ли они прямо там находятся. А весь хешрейт на данный момент составляет, ну, чуть меньше 16 террых хешей. 16 террых хешей, это хорошо. Где-то полтора, плюс-минус больше процентов, да? Да-да-да. Чуть-чуть, 1 на 6, наверное, уже. Что насчет эфира классика, какой у вас там хешрейт? На эфир классике хешрейт недавно подрос из Айпампа, а сейчас 1,1 террых хеша. А субмарный хешрейт эфир классика на всех блок 26,5 террых хешей. То есть мы чуть больше 4%, 4,1% всего хешрейта мира на эфир классике. Ну, это прикольно, прикольно. Очень хорошо. Володь, вы недавно подключили ППЛНС. Да. Вот, что выгодно для простого майнера, у которого там 100, 200, 500 мегахешей, скажем так, ППЛНС или ППС+. Да, ну, как бы, на вкус все фломастеры разные. Ну, фактически, вы не заметите сильно большой разницы. И на долгосроке, ну, ее совсем не будет практически. То есть, ну, там, может какие-то доли процентов в одну или другую сторону, причем не гарантированно в какую. Но, если вам больше нравится ППЛНС, включайте ППЛНС. Нравится больше ППС+, включайте ППС+. В целом, что туда, что сюда. Нам, лично, будет более радостно, если вы включите ППЛНС, потому что мы там не несем никаких рисков. Потому что в ППС+, мы платим наперед майнерам, без оснащения того, сколько блоков, кто пулс манил. А в ППЛНС такого нет. Но, в том случае, если бы, например, у вас был не ППС+, а просто ППС, то в этом случае ППЛНС был бы в два раза выгонит, да, наверное? Ну, конечно, да, но просто ППС обычного, ну, нигде сейчас нету от слова совсем. А, ну, все такого пулу бы давно ушли, потому что там комиссия не платится с блоков, а комиссия с блоков, это даже до сих пор, после ИПА-15-59, очень большая доля наградов. У меня, конечно, вот даже недавно ловили большие блоки, да, там? Да, почти на 400 эфиров, на 100 эфиров было. Они, на самом деле, очень сильно помпанули доходность, так что прям в один день у майнеров было чуть ли не в 4 раза больше, нет, в 3, в 3, в 4, да, да, 3,89 раза, вот. А в другой день в 1,8 раз доходность была выше. К нам еще люди писали, вы там не ошиблись, может, перенимки это. Да, 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 но мы всех успокоились, скажем все честно, распределили нормально. Окей, очень хорошо. Давай следующий вопрос. 28 числа Azarmine начинает блокировать пользователей. Готовы ли вы принять этих пользователей у себя на пуле? Да, конечно, готовы, мы их ждем с распростертыми объятиями. Мы соблюдаем принципы крипто-сообщества и готовы оказать всю поддержку, объяснить их, подключиться. И мы даем с 28 марта на протяжении 10 дней всем майнерам на нашем пуле, и старым, и новым 0% комиссии. Это такой welcome бонус. Это вообще очень круто. Молодцы, красавчики. Спасибо. Так, следующий вопросик. Володь, что насчет дуал майнинга? Эфир плюс зелика. Насколько это выгодно на данный момент майнить? Хорошо, выгодно. Доходность от зелики зависит от курса зелики. Сегодня, 27 марта, она помпанулась в два раза. Это нам дало вот этот экстра профит в размере чуть меньше 4%. Обычно до пампа эта сверхприбыль составляла 1-1,5%. Ну, это же хорошо. Но при этом еще что можно подключить? Можно подключить тон. И вы будете майнить три монеты. Эфир, зелику и тон. Практически без потерь. Вот, попробуйте. Я думаю, это выгодно. Я думаю, да. Ну, поживем и увидим. Поживем и увидим. Так, Володь, следующий такой вопрос, который интересует не только меня, а всех майнерам. Когда будет пост на эфире? Ну, меня этот вопрос тоже очень сильно интересует. Значит, смотрите. Официально эфир сказал, что дедлайн перехода на пост июнь 2022 года. Но, я надеюсь, я вижу по коду, что довольно там все сложно и вряд ли они успеют. И, скорее всего, перенесут. Я думаю, что это будет, наверное, осень, а может даже конец 2022 года. А вообще, нам чем дальше, тем лучше. Ну, это само собой. А что, например, наступил пост в июле, например. Что вы нам предложите делать? Ну, здесь, смотрите, после поста должен появиться какой-то лидер или группа коин-лидеров в Proof of Work на GPU, да? Ну, а пока не знаем, кто это будет. Вот. И мы делаем хитрый ход. Мы сейчас дорабатываем свой майнинг-пул-движок так, чтобы вот просто за секунду добавлять новые монеты. И так мы точно, даже если мы изначально не угадаем, мы быстро все правильные монеты добавим, чтобы майнинг-пул-движок не нужно было уходить с нашего пула. Ну, это прикольно, потому что, если, например, у тебя там выстрелит, скажем, рейвен из Энерго, или еще какая-то монетка А или Б или С, то вы ее, бац, добавили, и уже она у вас есть, и люди просто переключатся на пулю, и все будет нормально. Да, да. Я вообще думаю, что, скорее всего, фарканут кунь-саланов, пилят туда Proof of Work и сделают новый супер-быстрый Proof of Work chain. И, ну, то есть, такого еще никто не делал, непонятно, что это вообще за монета будет. Возможно, что-то другое фарканут. Поэтому просто сидим, ждем и абсолютно рефлексивно, максимально быстро реагируем на все возможные ситуации. Еще какие варианты есть, например, для майнеров, если вот не рассчитывая только на эти монетки? Ну, тут немного все сложно, но идея состоит в следующем. Есть майнинг будущего, веб-три майнинг. Это когда майнер, это не просто человек, который хэш перебирает, а он реально предоставляет свое оборудование для полезных вычислений. Машин лернинга, рендеринга, транскодинга, хостинга файлов, хостинга приложений, всего остального. Эта сфера на данный момент на этапе становления. Тем не менее, там все очень интересно. Посмотрите рендер токен проект, посмотрите лайфпир, посмотрите файл коин. У вас есть хороший сейчас шанс перелиться, например, часть карт, перелить файл коин майнинг. Поставить там рейды, хранить файлы. Намного более долгосрочная история, скажем честно. Посмотрите AirViv, посмотрите Seacoin. Мы со своей стороны тоже хотим в этом поучаствовать, как Езил, поэтому мы создали майнинг-дау. Майнинг-дау это объединение майнеров, производителей оборудования, конечных пользователей, разработчиков. И просто те, кому это интересно, чтобы усилять и помогать разрабатывать и самим разрабатывать вот эти новые протоколы, которые в будущем создадут нам, майнерам, более valuable работу, так скажем. Потому что все-таки считать там машин лернинг или транскодировать ДНК намного более полезная для мира задача, чем перебирать хэши. Да, согласен. Я тоже насчет этого раньше говорил, что если бы какое-то применение, например, было бы у майнинг, кроме того, перебирать хэши, то, наверное, от Proof of Work, может быть, так бы не отказывались бы, да? Да, конечно. Намного более выгодная история для всего человечества получается. Значит, если что, это тоже можно ожидать от вас. Ну, это долгосрочная история. Я люблю R&D, я разработчик. Мне интересно заниматься такими исследованиями. Но, скажу честно, раньше, чем через один-два года, результаты приятные какие будут, скажем честно. Будем надеяться, что эти два года эффект не перейдет на пост. Тоже, да. Я предлагаю на самом деле что-нибудь придумать и какой-то вариант найти. Надо создать анти-пост-дау. Значит, закидываем денег и пытаемся придумать, как остановить разработку поста или как ее там помешать и так далее. И все. Такие разные итоги. Да нет, ну мы, конечно, по-умному. Ну, там, давайте ошибки у них искать в коде. Ну, что-то, ну, честное абсолютно соревнование должно быть. Ну, надо. А затягивать эту всю историю, я считаю, нужно. Думаю, да, интересно будет. Так, Володь, парочку быстрых вопросов и быстрых ответов. Погнали? Хорошо, погнали. Давай. Какие монеты даете майнить? Эфир, Эфир плюс Зилика, Эфир Классик и Эфир Классик плюс Зилика. Какая система наград у вас? ППС Плюс вполне с. На выбор. В каких блокчейнах можно выводить? Можно выводить в блокчейнах Binance Smart Chain, Arbitrum, Эфириум Майнет, а также совсем полностью бесплатно выводить Akex Chain, Huyobi Chain и, самое главное, полигон. На каждом из этих последних трюкчейнов, кроме Эфира, мы еще засылаем местных токенов, чтобы вам газ можно было оплатить ими. И какую комиссию берет ваш полк? 1%. И все. А, все. Очень хорошо. Спасибо. Все. Все.